В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 29 января на канале 16 пройдет прямой эфир с главой города Александром Тихоновым. Умение учиться и работать в команде в Сарове прошел муниципальный этап метапредметной олимпиады школьников. Первый шаг навстречу детскому Евровидению саровчанка Анжела Доронина приглашает на сольный концерт. Далее расскажем обо всем подробно. Зима в этом году оказалась снежной и это сказалось на объемах работы сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий и управляющих компаний. Существует определенный механизм, по которому службы занимаются очисткой города в зимний период. О том, как в нашем городе обстоит ситуация с уборкой снега, расскажем в следующем репортаже. Снегопад, который шел несколько дней подряд, оставил много хлопот сотрудникам коммунальных служб. На ликвидацию последствий метели были брошены значительные силы. Более 40 единиц техники и около 90 человек сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия. Времени на уборку улицу компании, которая выиграла муниципальный контракт, не так уж и много. Что касается дорог, не внутриквартальных территорий, а, например, конкретно дорог, по нормативам уборка во время снегопада должна начаться на дорогах не позднее одного часа с начала снегопада и должна быть закончена основная уборка не позднее 12 часов после его окончания. Если же снегопад продолжается несколько дней, то циклическая уборка дорог в первой очереди, тех, по которым двигается общественный транспорт, производится постоянно при наличии снежного слоя в 5 сантиметров. Все, что во дворах, это внутриквартальные и внутримикрорайонные территории. Их убирает по муниципальным контрактам основную массу центра ЖКХ, плюс еще какую-то часть территории также по муниципальным контрактам убирает управляющая компания. Вопрос вывоза снежных гор, которые образовались в местах механизированной уборки, также строго регламентирован. На эту работу у подрядчика есть всего 5 суток после окончания снегопада. По мнению жителей города, в этом году с уборкой снега дела обстоят неплохо. Мне кажется, в принципе, да, но есть места, где есть все-таки снег неочищенный. Во-первых, дворовые очень плохо. Дворовые прям очень плохо. Но здесь чистят. Ну, в общем-то, так-так неплохо. Но вот я живу на Шевченко, у нас регулярно чистят. У меня абсолютно никаких нет претензий. На сегодняшний день центральные дороги города полностью очищены от снега. Но техника продолжает работать на улицах и во дворах. Коммунальщики продолжают вывозить снег, очищать обочины и наводить порядок на лестницах и скверах города. Есть вопросы? Задавайте. 29 января на канале 16 пройдет прямой эфир с Александром Тихоновым. Глава города расскажет об итогах ушедшего года, поделится планами на год наступивший и ответит на вопросы горожан. Подробности далее. 29 января в 20.10 в прямом эфире канала 16 глава города ответит на вопросы саровчан в рамках программы «Актуальное интервью». Александр Тихонов – частый гость передачи. Регулярно он рассказывает о жизни города и деятельности городской думы. В этот раз он выступит в прямом эфире. Канал 16 постоянно развивается и идет навстречу своему зрителю. Живое общение, возможность из первых уст получить ответ – это вот то, что необходимо сейчас зрителю. И поэтому мы запускаем прямые эфиры. И первым гостем станет глава города Александр Михайлович Тихонов. Вопросы вы можете задать заранее по номеру редакции 60131. Этот же телефон будет доступен во время прямого эфира. Прямые эфиры станут традицией на канале 16. Актуальное интервью с интересными гостями, чиновниками администрации, депутатами городской думы дает возможность задать им вопрос и получить ответ на прямую. Поэтому оставайтесь с нами и следите за программой передачи. Прямой эфир с Александром Тихоновым на канале 16. 29 января, вторник, начало в 20.10. Не упустите возможность задать свой вопрос главе города. Союз детских организаций «Сияющие звезды» и Союз старшеклассников «Статус» объявляет о начале конкурса рисунков «Память поколений», который проводится в рамках совместного проекта «75 лет победы». До 1 марта школьники могут принести во Дворец детского творчества рисунок или работу, выполненную в графическом редакторе. 10 лучших работ станут основой для поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны, а их авторы будут отмечены памятными призами и дипломами. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Действия бумажных проездных в Сарове продлили до 1 марта. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства, такое решение было принято на основании многочисленных обращений соровчан. Напомним, сейчас в регионе вводится автоматизированная система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Имеющим право на льготы гражданам необходимо до 1 марта получить персональную транспортную карту и в дальнейшем пополнять ее на стоимость проездного билета. Пункты оформления персональной транспортной карт находятся на автостанции Тупиковой и в многофункциональном центре. В МЧС предупредили об опасности. По данным спасателей, в ближайшие дни температура воздуха в Нижегородской области будет колебаться в пределах 15-20 градусов ниже нуля. По избежанию пожаров граждан просят не использовать самодельные и неисправные электроприборы, а также не включать для обогрева газовые плиты. Саровская православная гимназия объявляет набор в первые классы. Заявления от родителей начнут принимать 1 февраля в 19 кабинете гимназии. Она находится по адресу Октябрьский проспект, дом 16. При себе необходимо иметь паспорт, копию свидетельства о рождении ребенка, справку о прописке ребенка, а также копию медицинского полиса ребенка. Заявления о приеме начнут принимать в 10 часов утра. Метапредметная олимпиада школы Русатома проводится в городах участниках проекта с 2014 года. Ее главная цель – дать возможность школьникам понять, что образование не сводится только к изучению различных дисциплин. Она дает достаточный культурный уровень и серьезный багаж надпредметных умений. В метапредметной олимпиаде школы Русатома участвуют ученики 5-8 классов. Насколько хорошо современные школьники могут анализировать, обобщать и сравнивать материал? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, была придумана новая форма проверки знаний. Каждый год в спортивном зале 16-й школы собираются юные эрудиты, чтобы побороться за звание победителя городского этапа метапредметной олимпиады школьников. Это образовательное событие, где многое происходит по замыслу детей. И на самом деле, эта олимпиада отличает от других олимпиад то, что задания не имеют готовых ответов. То есть, нельзя сказать, правильно четко или неправильно, но здесь главное творческие решения детей. Эти самые творческие решения находятся в процессе активного взаимодействия в группе и мозговых штурмов. В команде из четырех человек участвуют по одному ученику из 5-го, 6-го, 7-го и 8-го класса. В процессе работы выясняется, что умение понимать суть проблемы, находить и анализировать дополнительную информацию, совершенно не зависит от возраста. Работа в разновозрастной команде всегда очень полезна и обогащает, взаимобогащает всех участников этой команды. Во-первых, вырабатываются навыки учебного сотрудничества, очень полезные для будущей профессиональной и предпрофессиональной деятельности. Во-вторых, дети обучаются умению решать разные задачи, используя разный опыт. Валерий Краснов учится в 6-м классе и уже во второй раз защищает на метапредметной олимпиаде честь 7-й школы. Когда в команде четко распределены обязанности, а все ее участники уделили время подготовки, можно рассчитывать на победу. Мне интересно участвовать, принимать участие в олимпиадах именно в таком формате, потому что тут можно красочно оформить газету. Тут у тебя больше фантазии ты проявляешь. И вот именно работа в команде, то, что ты можешь пообщаться, кто-то может дать более хороший совет. Метапредметная олимпиада школы Росатома проходит в несколько этапов. За пять часов ребята успевают выполнить несколько типов индивидуальных и групповых заданий. Команды решают нестандартные задачи, после чего начинается процедура публичной защиты. Победителями финала первой метапредметной олимпиад стали саровчане. А по итогам всех олимпиад пяти мы занимаем самую высокую рейтинговую позицию по набору мест. Потому что мы только один раз не заняли призового места, а так всегда это первое, второе, третье. Вот это приятно на самом деле. Это подчеркивает высокий уровень образования в Сарове. Это важно. Победители муниципального этапа метапредметной олимпиады будут представлять Саров в финале, где встретятся со школьниками из других городов присутствия госкорпорации Росатом. Городской конкурс «Красный, желтый, зеленый» проходит в Сарове уже около 10 лет. В нем принимают участие воспитанники детских садов, ученики школ и учреждений дополнительного образования. В этом году на конкурс прислали более 150 работ. Жюри оценивало их в нескольких номинациях. На церемонии награждения по итогам конкурса побывала наша съемочная группа. Людмила Кузьменко вместе с папой Антоном принимала участие в конкурсе «Красный, желтый, зеленый» первый раз. Из подручных материалов они сделали светофор, в котором при включении в розетку начинают переключаться цвета. Идея была мамина, реализация наша с дочкой. Из того, что было, как говорится, слепили. Люда помогала мне и паяла даже сама где-то что-то подержать, где-то кнопочки вставить. За свою работу Людмила получила диплом первой степени в номинации «Техническое творчество». Девочка призналась, что участие в конкурсе «Красный, желтый, зеленый» помогло ей лучше усвоить правила дорожного движения. Я знаю то, что надо всегда смотреть по сторонам и переходить на зеленый свет. Конкурс «Красный, желтый, зеленый» традиционно организован при поддержке Департамента по делам молодежи и спорта, Департамента образования и отдела ГИБДД Сарова. Все конкурсы, которые связаны с обеспечением безопасности здорового движения, они в первую очередь очень нужны для того, чтобы привлечь внимание детей, внимание родителей, педагогов к теме обеспечения безопасности здорового движения к детскому дорожному травматизму. Традиционно работы участников конкурса можно посмотреть на выставке. Она будет работать в течение месяца в Клубе здоровья по адресу Силкина 10-1. Любое дошкольное учреждение, любая школа, любой класс может посетить выставку, посмотреть представленные работы, познакомиться с работами-победителями, ну и впоследствии, может быть, для себя сделать какие-то выводы. Всего на конкурс поступило более 150 рисунков, макетов, моделей, панно и аппликаций. Авторы 20 лучших работ получили дипломы и памятные призы. Солистка эстрадно-джазового отделения детской школы искусств Анжела Доронина готовится к большому сольному концерту. Он пройдет 31 января в Драматическом театре. Юная певица хочет представить наш город на одном из самых известных в мире музыкальных конкурсов – детском Евровидении. А сольное выступление на сцене театра может стать первым шагом саровчанки на пути к заветной мечте. Средства, собранные на концерте, пойдут на покупку авторской песни для детского Евровидения. До большого сольного концерта в Саровском драматическом театре остается все меньше и меньше времени. Поэтому репетицию Анжелы Дорониной проходят в усиленном режиме. Репертуар уже составлен, осталось только отработать каждый номер до мелочей, продумать образы, справиться с волнением и 31 января выйти на большую сцену. Мне очень нравится, когда идет отдача от зрителей мне, и я им поэтому отдаюсь. И надеюсь, в будущем я буду выступать на таких площадках, чтобы мне тоже давались зрители, и чтобы я шла просто по своему пути. Анжела начала заниматься вокалом, будучи совсем юной девочкой, и сразу начала подавать надежды. Сегодня солистка мечтает выступить на детском Евровидении. Планируется, что средства, собранные с продажи билетов, пойдут на приобретение авторской песни для выступлений на главном музыкальном мировом конкурсе. Ну, если человек творческий, то он, конечно же, хотел бы завоевать самые высокие сцены. И в данном случае Анжела попытается на нашей сцене театра сделать это. А дальше мы уже будем стремиться к новым высотам и новым победам. Анжеле уже удалось заявить о себе на всю страну благодаря участию в популярном проекте «Голос дети». Солистка выступала на международном творческом конкурсе для талантливых городов из присутствия атомной отрасли «Нью Кидз». Неоднократно становилась лауреатом всероссийских фестивалей. Очередной сольный концерт может стать новым витком в ее исполнительской карьере. 31 января, 6 часов, в театре у меня состоится мой сольный концерт. Приглашаю вас на него. Я постараюсь вам подарить хорошие эмоции и радостное настроение. Билеты можно приобрести в кассе театра. До встречи! Проникновенные авторские песни под гитару и дискотечные ритмы. В арт-клубе «Дома ученых» прошел концерт Степы Соболева, уроженца нашего города, который уже много лет живет в Санкт-Петербурге. Музыкант представил зрителям свою новую программу. Подробности далее. Стиль музыки Степана Соболева трудно поддается определению. Это смешение совершенно разных жанров и направлений. На создание песен музыканта вдохновляют разные вещи, люди и моменты. Живешь, что-то переживаешь, чувствуешь, видишь, ощущаешь. Какие-то вот моменты. Вот Саров, например, очень много песен написано. В Сарове, вот, не знаю, идешь по лесу, гуляешь, и просто в голове начинает играть песня. Уже вот она, уже пришла, и вот как-то раз. Либо что-то, какая-то фраза одна появилась, и от нее потом все вырастает. Или какая-то музыкальная фраза, или четверостишья. Сила и священной балетмы Небо, всеверяющий вдоль Десна на грани рассвета В лучах восходящего лета Степан Соболев уехал из Сарова больше 10 лет назад. Однако, даже живя в Петербурге, он не забывает свой родной город и часто сюда приезжает. Степан отмечает изменения, которые произошли в творческом плане в Сарове со времени его отъезда. Например, появляются студии какие-то, появляются молодые музыканты, интересные музыканты, их много. Постоянно происходит, вот, например, афиша событий идет. То есть, вот, например, сейчас каждый день будут концерты идти в Сарове. В планах у Степана писать новые песни, организовывать новые концерты, находить новые точки соприкосновения со слушателями. Как уверяет исполнитель, секрет успеха любого музыканта в постоянном саморазвитии. Если не будешь развиваться, все, ты остановишься на каком-то моменте, скажешь, там, я доволен собой, все. Ну, ты пропадешь как артист, потому что настоящий артист всегда недоволен собой. Начинающим музыкантам Степан советует верить в то, что делаешь, верить искренне, упорно и до победного. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин